Здарова, друзья, с вами Маманты, и в этом видео свежие новости Stand of 2, усаживайтесь поудобнее и приятнейшего вам просмотра. Стопэ, а как же этот прекрасный костюмчик на лето? Хочешь себе такой же? Если ты любишь Stand of 2 так же, как и я, то ты точно должен знать сайт Все Майки, где есть классный лицензионный мерч по твоей любимой игре. Тут есть и футболки с шортами, и кружки, и рюкзаки, и блокноты, в общем, всё, что тебе по душе. А ещё здесь есть куча других классных принтов. На дворе уже май, а там и лето не за горами. Так что я себе собрал здесь целый комплект на жаркую погоду. К вашему вниманию, кайфовая футболка по Stand of 2 с принтов по всей поверхности. Я выбрал сочный принт, потому что летом нужно выглядеть ярко. А зацените эти потрясающие шорты лаваш, которые я взял. Все вы знаете, что я большой любитель шаурмы, и частенько сам её делаю. Принт тоже расположен по всей поверхности и сохраняет всю свою яркость после кучи стирок. Есть шнурок, чтобы затянуть мягкий пояс. А если у вас пока не так жарко, в них можно гонять по дому. А чтобы прикрывать глаза от майского солнца, я взял себе кепку, тоже по Stand of 2. Выбрал минималистичный принт с лого игры. Печать чёткая, а размер кепки регулируется затяжкой сзади. Вся одежда села классно. Принты пропечатаны отлично, так что рекомендую. Если вам понравились мои принты, с ними можно заказывать и другие товары, от одежды до аксессуаров. А всего на все майки более 150 тысяч принтов самых разных тематик. Кино, аниме, музыка, игры, мемы и многое другое. Ну и главная фишка сайта – конструктор, с помощью которого ты можешь создать свой авторский принт всего за пару кликов. Ты можешь в нём менять цвет, добавлять картинку, надпись, в общем делать любую вещь своей мечты. Переходи на все майки по QR-коду на экране или ссылке в описании. А для выгодных покупок используемый промокод мамон524 на скидку 10%. Он суммируется со всеми акциями сайта. Первое. Почему пас на рынке? Второе. Скоро патч 0.28.5. Третье. Секреты неймлесс коллекции. Четвёртое. Магазин серебра. Пятое. Почему Бравл Старс не конкурент стендов 2? Новый пас, ауткаст, вышел наконец-то на рынок. Но почему так рано? Ведь должно было пройти примерно 14 дней. У меня есть два варианта, почему это произошло. Первый вариант. Разработчики понимают, что актив в стендове немножечко просел, и чтобы его поднять, они выпускают пас пораньше в убыток себе. Потому что есть кое-какие злоумышленники, которые пользуются этим шансом. Но, конечно же, они получат блокировку за мошенничество. Этот вариант, конечно, правдоподобен. Но есть более весомое предположение. Это свежее обновление. То есть, разработчики готовятся уже к следующему обновлению. Возможно, там будет новый пас, новые скины, возможно, рулетка, не знаю. Но есть одно большое жирное но. Пас уже не первый раз выходит раньше, чем нужно. И пас можно выпустить после обновления. Такое уже было тоже. А вот реальную причину, возможно, вы угадаете в комментариях. Попробуйте угадать, почему пас вышел так рано на рынок. Ведь обычно проходит минимум 14 дней. Разработчики даже не дали стримерам постримить вот это типа «О, завтра уже пас, через 5 минут, отстег, мафиозник, завтра стрим, завтра пас». Вот эти все дела. Не дали даже вот этого сделать. Представляете, насколько быстро что-то заставило их выставить пас на рынок. Кстати, кто хотел окупиться в стендовчике, ссылка на мой тг в описании. Там очень много советов, какие именно скины, либо наклейки покупать, когда выходит пас на рынок. А сейчас послушайте отрывок из моего прошлого видео. Это очень важно. Но прежде чем выйдет летнее обновление, нас ждет еще одно обновление. Перед летним. Я не буду говорить какое, но вы поймете, что оно очень классное и крутое. Там будет какое-то классное изменение. Это информация не 100%. Можете просто поверить мне и дождаться его. Спустя день после этого видео появляется вот такой вот пост. Разработчики замечены на версии 0.28.5. После таких событий попробуйте мне написать в комментариях, что вот, мама, дезинфу вкидывает, всегда врет. У многих возник вопрос, а что же будет в этом обновлении? Зачем обновляться на 0.28.5? К сожалению, птички, которые летают вокруг меня, которые шепчут мне про всякие секретики Stand of 2, попросили меня об этом не говорить. Поэтому переходим к следующей теме. Разработчики записали вот такое вот видео на свой канал. Все факты анеймл из коллекции. Ну, там не все факты, во-первых. Во-вторых, в видео почти нет никакой свежей инфы. Ну, а в-третьих, я вкратце сейчас перескажу, что же там было. Эта коллекция состоит из тех скинов, которые не вошли в основные коллекции, такие как Fable, Rival и так далее. Например, Трэжи Хантер не попал в Rival коллекцию, потому что он не подходит к новогоднему стилю. А в M-Sport V2 было некуда девать, поэтому вот его поставили в неймл из коллекции. Он очень красивый, но не подходит к никакой коллекции. Короче, в недалеком будущем эта коллекция подвергнется изменениям. Это прямые слова разработчиков. То есть, неймл из коллекции будут менять. Каким образом ее изменят и что с ней сделают, пока предположений нет. Но многие из вас не знают, каким образом вообще можно получить эту коллекцию, как ее можно выбить. К счастью, на официальном сайте Standoff 2 есть актуальная информация по тому, как выбить эту коллекцию. Существует небольшая вероятность получить скин из неймл из коллекции после завершения матча в соревновательном режиме, в режиме союзники и в режиме битва кланов. Получается, если вы будете постоянно играть в союзники, матчмейкинг или битву кланов, есть какой-то шанс выбить неймл из скин. Ну или брелок там, не знаю, что еще. Перчаток пока что нет, наклеек тоже, надеюсь их тоже добавят. Я вам советую посмотреть видео от разработчиков по поводу неймл из коллекции, ссылку я оставлю в описании, посмотрите после этого видео. Потому что следующее, мы обсудим СО2 коллекцию. Что с ней не так и почему разработчики ее добавили на рынок в фильтр. Реально, если зайти на рынок, мы увидим там СО2 коллекцию, которой там раньше не было. Новостники по Standoff 2 уже сделали предположение, что возможно это магазин серебра. Ну, на самом деле все возможно. Но это в принципе рынок для голды, каким образом там будут торговать за серебро, не знаю, звучит очень странно. В инвентаре у нас есть все коллекции в фильтре, если что. Многие такие, а у тебя в фильтре есть коллекция СО2, ты что разработчик? У меня в инвентаре все фильтры коллекции, всех. Абсолютно зайди в инвентарь и проверь, у тебя там даже есть фильтр медалей. На рынке и в инвентаре фильтр отличается, и многие об этом даже не знают. А сейчас наш умевший Бравл Старс. Почему Бравл Старс это не конкурент Standoff 2? Сейчас объясню. Во-первых, Standoff 2 это шутер от первого лица. Во-вторых, Standoff 2 не может быть конкурентом Бравл Старс, потому что Бравл Старс это не шутер от первого лица. Если я хочу потрейдиться, купить себе скины, я хочу поиграть в закладку бомбы, в ММ, не знаю, поапать себе звание, я не буду играть в Бравл Старс, потому что это совершенно другая игра. Если я захочу поиграть на Динамайке, я не буду играть в стендов. Понимаете? Это как я хочу мороженое, и я хочу кататься на велосипеде. Всё, я больше не буду никогда есть мороженое, потому что велосипед это лучше. Это глупо так мыслить. Теперь я не буду пользоваться телефоном, потому что у меня есть компьютер. Компьютеры лучше. Это тоже тупо. Ведь когда у тебя есть телефон, ты можешь пойти на улицу, ты можешь послушать музыку в наушниках на улице. А с компьютером ты не пойдёшь на улицу, например, заниматься спортом, пробежку и так далее. А если ты хочешь что-то поиграть, тяжёлое, там, крутое, с атмосферой, ты пойдёшь домой, включишь компьютер и будешь играть. То же самое и с Бравл Старсом и Стендоффом. Две разные, абсолютно разные игры. Если сейчас Бравл Старс хайпит, и там все пишут, всё, Стендофф умирает, это очень тупо и глупо. Это всего лишь временное явление. Просто подождите немножечко, и хайп утихнет. Не хайп Бравл Старса, а хайп хейта Стендоффа, потому что Стендофф это шутер. И те, кто любят шутеры, они всё равно будут играть Стендофф. Они не пойдут, о, я хочу Бравл Старс, потому что я люблю шутер. Но, блин, Бравл Старс это не шутер. Боже, ааа, я не знаю, это сложно. Я надеюсь, вы меня понимаете. Надеюсь, вы понимаете, как работает Стендофф и как работает Бравл Старс. Что это совершенно две разные игры. Да, их можно сравнивать. Но говорить, что я не буду играть Стендофф, потому что Бравл Старс лучше, это тупо. И сейчас объясню почему. Представьте, что у вас есть велосипед и скейт. Вы очень хорошо катаетесь на скейте, и очень хорошо катаетесь на велосипеде. Вы же не будете говорить, что скейт лучше, чем велосипед, поэтому я буду кататься на скейте. Нет, вы будете кататься на скейте, потому что сейчас вам интересно кататься на скейте, а завтра вам хочется поехать на природу куда-то, на велике покататься. То есть, это две разные вещи, и используют их в разных целях. Скейт, спорт, развлечение, покататься на какой-то скейт-площадке, велосипед для передвижения на дальние дистанции, там какой-то велокросс. То есть, это две разные вещи. То же самое и Стендофф и Бравл Старс. Хочешь играть в шутер от первого лица? Играй в шутер Стендофф. Не хочешь шутер играть? Играй в Бравл Старс. Логично? Да, логично максимально. Но сравнивать разработчиков можно. То, что там, например, в Стендоффе не происходит каких-то крутых акций, крутых событий, это факт, это есть, и разработчики решают эту проблему. Но никак нельзя говорить, что Стендофф хуже, потому что Бравл Старс лучше, у них там есть акции. Да, у них есть акции, но геймплей от этого не меняется. Геймплей от этого не становится хуже и так далее. Ещё мне смешно читать комментарии, что «Сколько тебе за это видео заплатили?» Разработчики меня ничего не просят снимать. Последнее, что они меня просили снять, это вот это видео. Вот это видео, посмотрите. Самый аймный скин Стендофф 2. Я решил провести расследование. Принять участие ты можешь у меня в ТГ-канале. И первый скинчик, это М4 Некром. Это всё, что меня просили разработчики в этом году, представляете? Ну там быть жюри на конкурсах, помогать выбирать итоги, кто победил в конкурсах, там на Хэллоуин, на разные акции. И всё. А все видео я снимаю сам, и всё, что я говорю, это моё. Это мои мысли, это я. Никто меня ничего не просит. И никто меня не сможет заставить что-то не говорить. То, что я хочу, то и говорю. Не, если мне какую-то инфу секретную дали и сказали не говорить, я её не буду говорить. Но если у меня есть своё мнение, я его высказываю и не буду его скрывать. А сейчас для ярых фанатов Бравл Старс записываю. Я не против Бравл Старса. Я не хейчу Бравл Старс, я сам в него играю. И доначу туда. У меня там 34 500 кубков, если что, на секундочку. Вот я себе вчера задонил 23 000 блингов. Почему я это сделал? Потому что мне нравится Бравл Старс. Не потому что стендов хуже, потому что там что-то разработчики делают. Не потому что. А потому что я играю в Бравл с 2017 года. Я играю в стендов с 2018 года. И две эти игры мне нравятся. И я не могу их сравнивать, потому что это совершенно разные игры. Мне нравится играть за Эль Приму, бить в Бравл Боле чуваков. И мне нравится играть в закладку бомбы, дефузить бомбу и стреляться от первого лица шутер. Это две разные игры. И сравнивать что лучше невозможно. Это может продолжаться вечно. Лучше посмотрите вот это видео, которое вылезло на экране от начала до конца. Приятнейшего вам просмотра. Нажимай быстро, ставь лайк, там смотри до конца.